Я все никак не мог понять, что не так с этой поддержкой Серебренникова статусными деятелями культуры типа Хаматовой и Миронова. И вот я, наконец, сформулировал это для себя. Проблема даже не в том лицемерном двоемыслии, когда ты с одним и тем же языком лижешь царственный зад и произносишь гневные филиппики о жестокости царской охранки. Проблема глубже и страшнее. Начну издалека. Когда маховик сталинских репрессий раскручивался, то сначала, все 20-е годы, он был направлен на классовых врагов – бывших капиталистов и помещиков, священников, бывших старских чиновников, полицейских, белогвардейцев. А все деятели культуры, за редким исключением, молчали. Все правильно, как иначе, ведь классовая борьба же. Новый строй добивает остатки старого режима, ярче сияет солнца светлого будущего. Если враг не сдается, его уничтожают. Насилие – повивальная бабка истории. Диктатура пролетариата не делается в белых перчатках и так далее. Потом Сталин взялся, собственно, за русский народ – крестьян. Миллионы были сосланы, миллионы умерли с голоду в голодомор, миллионы – репрессированные, сотни тысяч – расстреляны. По общему мнению всех социологов, демографов и историков, именно в начале 30-х в коллективизацию и был сломан хребет русского народа. Именно тогда ему был нанесен удар, от которого он и по сей день не оправился. Удар, который был сильнее даже, чем Вторая мировая война. И вот во второй половине 30-х Сталин, наконец, взялся за самих деятелей культуры. А ничего, что весь этот ужас продолжался к тому моменту уже 20 лет. И все эти кольцов, бебель, мир, хольт и прочие только нахваливали его. Постановки делали о Сталине, книжки писали, картины ему посвящали. И во славу нового строя рабочих и крестьян. И беспощадной борьбы с врагом социализма. А очнулись они. Причем далеко не все, а лишь немногие, кто остались. Только когда уже до них добрались. Где была Хаматова, когда убивали Магнитского? Где был Миронов, когда пытали Дадина? Где они все были, когда застрелили Немцова? Нигде. Они славили Путина. И только когда уже подобрались к людям их круга, их профессии, их крови, так сказать. Только тогда они заголосили дурным голосом. Какой кошмар! Рано утром! Это театр! Режиссер с мировым именем! Какой ужас до поздней ночи! Какое свинство! Даже поесть ему не предложили! А ничего, что рано утром свизжащие пилой по металлу, с автоматами и в масках, это их обычный способ врываться на обыск в квартире даже не обвиняемых и подозреваемых, а просто свидетелей по делу. И этот обычный способ они практикуют уже десятки лет. А ничего, что обвиняемых, то есть де юра невиновных людей, возят на суд сутками, в наручниках, без еды и питья, без даже возможности поссать и посрать, что к ним не пускают адвокатов, что их бьют и издеваются над ними на допросах, что шантажируют проблемами с родственниками и прочим. Короче, маховик путинских репрессий уже 15 лет с дела Юкоса раскручивается, раскручивается и раскручивается. И вот он добрался до деятелей культуры. И тут они прозрели. Но они прозрели очень своеобразно. Они не пошли к Навальному с вопросом, чем тебе помочь, Леша, чтоб ты смог их скинуть. Они начали писать петиции прошения Путину, царю-батюшке. То есть буквально повторять то, что делали до них те, кто писали жалобные письма Сталину. Жалобные и при этом безнадежно верно поданические. Чем кончилась эта писанина, мы знаем. Пришли и за ними. Господа Хаматова и Миронов, учите матчасть. В концовке останутся только те, кто не писал никаких писем вообще. Никаких, кроме тех, где написано «Все правильно, так им и надо». Раздавить, как фашистскую гадину. Останутся только Прилепин и который раз Михалков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok